если эта партия будет сыграна в ничью то будет сыграна еще одна партия от обратите внимание на этот очень интересный вариант найдерфа ну прощение филидора при таком порядке ходов до белых есть интересная возможность играть g4 используя тот факт что пешка перекрыли черные диагональ после конь g4 конь попадает под бой ферзя и белые успевают отпрыгнуть на g5 пойти слон c4 и создать угрозу в районе пункта f7 и вновь испытывает достаточно серьезные проблемы играющие черными правда белые белые не торопятся h3 почему-то не сыграли конь g5 но на конь g5 наверное наверное 0-0 бы последовало до хотела сыграть конь g5 но 0-0 последовало потом а шесть бы прогоняли прогоняли бы коня белых черный не торопясь играю соперники очень не торопятся как вот эта партия не по минуте а как минимум по 5 ах да здесь стоит отметить что это в пулю но с прибавления уже отмечала уже не разная во время сегодняшнего стрима поэтому поэтому можно подумать если 4 смело смело побили пешку черные 3 0 пока уйти нельзя это кода кони все пытаются прогнать белого ферзя черная с этой диагонали но вот не удается не уходит ферзь такой нехороший позиция с огромным перевесом у белых конь g4 е5 очень хотелось сыграть почему-то ферзь переметнулся на другой фланг видимо для того чтобы не быть закрытым не почувствовать себя отрезанным от борьбы после не хода c3 так или иначе так что тут на этапно выясняется что на слон бьет f6 кони в 6 не теряется фигура поэтому белые предпочтили съесть пешку еще одну но черные отыграли отыграли одну пешку на играл что на играл и равны эльшпиль у нас даже у черных наверно предпочтительнее потому что кони белых как-то несколько сгруппировались неловко на королевском фланге но сейчас все решит точность скорость исполнения ходов много коней но они да они устойчив они 4 где-то можно было бы наверное нанести хотя у белых всегда промежуток конь g7 есть так одного коня не стало но у черных тоже конь с d3 ушел и король стремится черных на f4 на е4 сейчас такая активность у короля черных король е3 конь с 4 последовала вилка поэтому не удалось прорваться черному королю через е3 на d3 и оттеснен оказался черный король неожиданно и белые перехватили инициативу вот это вот это поворот какой-то момент казалось что черные черные переигрывают соперника а сейчас белые уверенно побеждают проводит пешку а в ферзи и таким образом александр вырывает да о боже какая плотная катка поздравляю бадура с хорошим выступлением но удача улыбнулась мне в конце боже блин как он опять вот здесь начал выкручиваться е-мое по единственным же 5 обратно пешку зеваю просто такая дичь сидеть а нельзя бить коня потому что он бьет и на взятие слон d8 и держится все держится постоянно пойди обратно слон g5 который да вообще все это жестко капец как было полная ерунда уже в конце тут времени нету блин повезло мне что здесь конь d6 и всякие вилки вот эти на короля было загнать фух блин я последний раз финал выигрывал арены королей ну вот не знаю сезона два назад три назад причем у хикару выиграл финал да блин всего трясет валидол полный поздравляю было было кошерно как говорится алексей ираминский